здравствуйте друзья с вами канал кулинарная гармония и михаил и сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусный куриный рулет с ветчиной и сыром нам для этого понадобится куриная карачка ветчина сыр перец специи соевый соус ну что приступим ребят начнем с окорочка мы его будем отделять от кости делаем надрезы здесь вот здесь у нас хрящ есть сустав и вот этого сустава вот такие вдоль кости делаем надрезы то же самое здесь по кости весь около сустава есть сухожилия их надрезаем и потихонечку не спеша берегите руки снимаем шкурку ребят так это у нас часть лишняя уберем в принципе это блюдо очень легкое в приготовлении единственное что только надо вот отделить получается мясо от кости замечательно и вот теперь ребят здесь и сделать подрезаем и потихоньку оттягиваем наше мясо куриное мясо и подрезая его снимая ветер от нас прекрасно получается отлично эта часть нам уже не нужна здесь я просто срезаю и все вот так у нас это получилось красота и откладываем пока сюда буду ждать здесь дальше своего часа и займемся вторым окорочком также самое ребят по такому же самому методу отделяем его от кости вот ребят наш разделанный окорочок вот мяско филе вот у нас косточки косточки можно использовать на бульон точно хороший наваристый бульончик так ну что продолжим накрываю пленочкой будем отбивать ребят накрываю пленку чтоб мясо не рвалось и на начнем ребят бьем и немножко оттягиваем в сторону молотком вот таким образом вот так вот ребят отлично получилось убираем пока в сторону берем это корочок открыли пленочкой отлично и так же самое ребят отбиваем его вот мы мясо отбили теперь его замаринуем посыпем специями ребят специи используйте кому какие нравятся здесь как бы готовая специя для курицы это мясная специя я но очень нравится его частенько и используя по першим и соль я не беру я не по свою солью я беру соевый соус ребята вот так вот делаем соевым соусом отлично так же самое делаем здесь так вот тоже рукой от промакиваем это все нашу ночь распространилась отлично пока нашим мясо маринуется мы с вами подготовим начинку порежем сыр режем его ребят на не толстые полосочки но сколько миллиметра два-три то что она будет заворачивать чтобы сыр у нас хорошо свернулся ветчина ветчина уже у нас порезанная уже сразу в магазине и от покупали и уже ее порезали ложим ребят ветчину сюда положим так же самоложим сюда ветчину и сюда ветчина и укладываем ребят вот такой у нас будет отлично ребят с вами рулетик пока положим сюда же посмотрим стараемся поделить приблизительно поровну поэтому уложу и так и так почти почти даже все поровну замечательно отлично теперь возьмем фольгу и сворачиваем рулет берем ребят вот так вот аккуратненько мы закручиваем видите у нас все отлично получается вот вот такой у нас получается чудесный рулет ложим его сюда и закручиваем фольгу получается у нас вот такая вот ребят конфетка и зажали под низ и укладываем протвешок отлично и так же самым повторяем вот с этим рулетом и закручиваем его отлично все равно будет все в фольге никуда ничего не убежит все будет на месте и закручиваем делаем конфетку как мясная конфетка отлично и в протвешок и зубочистка ребят у нас не разорвалась фольга мы сделаем вот такие вот отверстия с вами сейчас ты не делайте много иначе фольга разорвется отлично добавим теперь воды вот так вот а теперь ставим наши рулеты предварительно разорятую духовку до 180 градусов на 30-40 минут готовим их до готовности вот наши рулеты и готовы будем доставать их один рулетик ребят я вытащу разверну его и покажу в горячем виде его а второй рулет поставим его под гнет и оставим до полного остывания затем его на час в холодильник и после этого его можно будет нарезать как колбасу развернем его ребят горячий аромат вот смотрите вот такой у нас получается красота как разрежем с этим мягкий нежный какая красота получилась и вот так же можно подавать как полноценное горячее блюдо отлично смыть сырок все внутри наш рулетик уже остыл уже был холодильнике и вот теперь будем его нарезать вот у нас видите какой аккуратненько вот такой внутри получается ребят его аккуратненько вот нарезаем и он отлично подойдет к столу даже к праздничному на завтрак отличный рулетик вот такой вот ребят у нас получился куриный рулет который отлично подойдет как холодная закуска так и на завтрак а также можно есть его и горячим рекомендую вам его приготовить и обязательно попробовать подписывайтесь на наш канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующий интересный рецепт пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на наш инстаграм ссылка будет внизу в описании под видео приятного аппетита всем пока пока и удачи подписывайтесь аппетит подписывайтесь на канале кнопочка fro